вот вам не кажется что если мы говорим про заветы и про набор грехов что вы знаете существует такое слово апдейт что надо обновлять что вот этот набор немножечко старел ну как-то его нужно дополнить то есть что-то убрать что-то дополнить или вот допустим мне кажется что сейчас совершенно не актуально современным современных условиях там вот и идея прелюбодеяния что не привели бы действий потому что сам институт брак очень размыт вы знаете что существует там тезис такой продвигатель что вообще надо брак от брака отказаться и есть люди которые говорят надо отказаться от брака это не актуально Да, есть люди, которые отказываются и от детей, что дети, это не актуально. Причем часто те же самые люди отказываются. Но при этом эти люди же, они тоже верующие по позиционированию, многие из них. Здесь как-то одно с другим не сходится. Знаете, я не думаю, что надо что-то убирать, что-то дополнять, потому что вот эти заповеди, да, это есть некие аксиомы. Никто же не пробует сейчас доказывать аксиомы. Их не надо доказывать, аксиомы. Поэтому... Ну это, допустим, для нас с вами это аксиомы. А для тех людей, которые высказываются в пользу адаптации традиций под современные условия, как они это называют, для них это, видимо, не аксиома, я считаю. Вот как вы, допустим, относитесь к идее... Ведь помимо православия, ведь существуют и другие конфессии. И, допустим, как вы относитесь к идее многоженства, который принимается в исламе? Вы не считаете, что в современных условиях, допустим, это было бы на самом деле выходом из положения для очень многих? А для многих это было бы проблематично. Ну, не знаю, я бы не хотел обсуждать какие-то преимущества или недостатки других религий по одной простой причине. Моё личное мнение, что Бог, конечно же, един. Просто, скажем так, каждый народ в силу своего менталитета, в силу своих традиций, он интерпретирует заповеди практически везде одинаковые. Всё равно главное это любовь, главное это добро, и только это может не заставить, а дать тебе возможность жить вечно, но только в гармонии. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Моёgangen на телеканале Москва-24.